Вот смотрите, я вам обещал показать фильм, как сделать рустов, вот смотрите, я подготовился, подготовился уже, вот у меня есть они, но я покажу, опять я сталь взял обыкновенную, ну ей тоже можно лезть, я беру вот так вот, вырезаю вот такую жестянку, вот видите, вот она, жестянка, обыкновенная жестяночка, жестянку, ну вот я вот так режу, есть сталь хорошая, можно найти хорошую сталь, вот я две рустовки сделал, одну узкую, одну широкую, просто мы сегодня, я вам покажу фильм, как мы будем делать полы, там у нас есть, ну только надо маленькой рустовкой, то есть она все настолько элементарно, ну можно вот такую трубку приготовить, видите, вот смотрите, вот такая трубочка, пластмассовая, я беру ее на широкую, давайте две вам сделать, вот так вот беру, и просто заматываю, смотрите, заматываю изолентой, ну можно качественно ее замотать, там пролкой можно просверлить, ну просто у нас под рукой, что есть, и я вот это вам показываю, то есть надо прикрепить эту жестянку к трубке, ну так если военное положение, то это можно вот так вот сделать, то есть она, а если это дома, то у меня там сталь хорошая, то вот видите, я ее прибил, она погнулась, вот, вот такая получается рустовочка, вот смотрите, вот она, вот такая можно круглая сделать, можно квадратная, посмотреть, то как она идет, вот готовая рустовка, смотрите, все, под пластмассовую ручечку, все, кому нравится, можно ручку длинную, вот такую, если такая длинная, даже наклоняться не надо, видите, такая рустовка, это обыкновенная труба, трубка пластмассовая, пластиковая, смотрите, а теперь я же еще, вот у меня вот вырезано, видите, еще один есть материал, вот такой вот, я могу ее, видите, она потоньше, потому что мне надо полы аккуратненько сделать, там они, ну, толщина бетона, то есть черновой полыни надо сделать, вот опять я беру изоленту и сейчас изолентой примотаю и будет у нас другая рустовка, вот, то есть на это время уходит там 5 минут, ну, уходит на то, чтобы сделать эту рустовку, ну, можно просто заказать хорошую, ну, слесарю заказать, он изолентой не хочет, вот, заказать, он просто ее просверлит или найдет способ, как ее прикрепить, ну, вот, видите, здесь на такую железную я ручку сделал, то есть вот так вот мы ее делаем, можно проволокой подмотать, но это когда ты большие объемы делаешь, то, ну, наделаешь крепкую рустовку, а здесь, ну, немножко надо вырезать, вот под руки попалась и заодно и вам покажу, а у меня дома есть такая сталь, которая тюки там перевязывается, она там какая-то ха, столистая, как ножик, и я с нее делал, она хорошо держит форму, она, ну, острая, тонкая, вот, смотрите, вот вам рустовка, смотрите, ну, вот я смотрю, здесь еще такое что-то мне не нравится, я... ну, короче, вот, смотрите, рустовочка красивая, аккуратненькая, ну, здесь какие-то заусенницы прозевали, вот, вот и будем мы работать, я сегодня кино вам покажу, вот, вот, две рустовки, это, вот, больше для кино вам показал, ну, все равно она мы кинем, она будет работать, вот, все, больше ничего не надо, можно сделать рустовку с двух сторон, ну, ее хватит, я не знаю, вы столько дорожек не перережете, даже вот эта обыкновенная жестянка выдержит нагрузки, просто если это было бы, можно, с ножикой даже делал, ну, тонкий ножик, мы его гнули на газе и сгибали со стали, ну, как это углеродистая, которая на ноже делается, ну, вот, сейчас под руки попала жестянка, вот эти два резца, которые мы грибы режем, часто мы применяем, я даже вам скажу фамилию, кто придумал эти рустовки, у меня был друг Юра Спиридонов, мастер спорта по шахматам, мозги у него, мой, ну, завпроизводство был, и потом свою бригаду открыл, он у меня в учениках есть, очень хорошие работы делал, ну, мой ровесник, вот, он придумал такую рустовку, он додумался, и мы, я и пользуюсь уже 30 лет, вот, этими принципами, которые он придумал, многие там, ножом шкребут, кисточками, то есть мы работаем вот так, очень удобно, быстро, классно, добротно, ну, не на чем показать, говорю, ну, ну, короче, сегодня я покажу, как они работают, вот, ситуация такая вот. Так, молодец.